Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вновь отличился на международном поприще. На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке он заявил, что организация имеет все необходимые средства для предотвращения эскалации Карабахского конфликта. Для предотвращения возможной эскалации страны ОДКБ, исходя из интересов сохранения безопасности, должны оставить без ответа новые запросы Азербайджана о приобретении оружия, заявил Пашинян. Комментируя данное заявление армянского премьера, его опломб и попытку выставить страны, которые являются членами этой организации, должниками. Белорусский военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский, в первую очередь посчитал нужным отметить, что Армения как член ОДКБ получает оружие по внутренним ценам и в кредит, Азербайджан – по рыночным и оплачивает живыми деньгами. Может, Армения будет регулировать и мировой рынок вооружения и военной техники? Задает вопрос эксперт. Ни одна страна-член организации не нанесла такой политический ущерб ОДКБ, как и Армения. После этого, еще хватает политического безрассудства диктовать, кому чего и как продавать. Возмутился Тихан и вообще добавил профессор. Все члены организации, кроме Армении, хотели бы видеть присутствие Азербайджана в ОДКБ, в любом качестве, наблюдателя, партнера и т.д. Необходимо исходить из реальной ситуации, а не выдумывать все новые препятствия для развития ОДКБ. Недавно стало известно, что Россия продала крупную партию вооружения, которая предназначалась вооруженным силам Армении, другому покупателю. Речь идет о военной продукции российской компании Арсис, входит в группу промтехнологии, а именно о крупной партии российских высокоточных снайперских винтовок Арсис Т-5000, которую в марте 2018 года заказала армянская сторона. По договоренности армянская сторона должна была выплатить несколько миллионов долларов, а российская сторона – отправить эту партию современного вооружения в Ереван. В августе 2019 года официальный представитель Арсис сообщил, что Министерство обороны Армении пытается сорвать поставки вооружения, уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса Армении, халатное отношение к службе, было возбуждено, после срыва тендерами на обороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала российская компания. В ответ на это, министр обороны Армении Давид Танаян заявил журналистам, что якобы, российская компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения, вместо современных военных снайперских винтовок. Вероятнее всего, армянская сторона хотела приобрести эти суперснайперские винтовки, но просто-напросто не хватило денег. А на днях, эта самая крупная партия российских снайперских винтовок нового поколения, уже нашла своего, более адекватного клиента. Вся партия Т-5000 была отправлена во Вьетнам, а Армения осталась с носом.